Психологическая и юридическая помощь – меры поддержки. В столице региона создан первый в области Совет ветеранов СВО. С такой инициативой ранее выступил временно исполняющий полномочия главы Самары Иван Носков. Он вместе с членами Президиума организации, ветеранами спецоперации, провел первое установочное заседание организации. Мы понимаем, что у нас сегодня десятки тысяч человек находятся в зоне конфликта. Они будут возвращаться домой. Их проблемы будут, они где-то будут похожи, будут где-то отличаться. Ну и будет много этих людей. И с ними нужно будет встречать, с ними нужно будет взаимодействовать. Кто лучше может сделать, что-то подсказать прежде всего, посоветовать. Такой же боец, прошедший такие же испытания, как тот, кто вернулся. Исполняющий полномочия главы Самары также рассказал, что администрация города будет помогать совету на всех этапах. На первых порах поддержит материально и технически, а также поможет подобрать площадку. Во время первого заседания участники определили направление работы. Сейчас в приоритете медицинское и социальное. Но поддержку будут оказывать в том числе и в трудоустройстве. После рабочей встречи исполняющему полномочия главы провели экскурсию по Дворцу ветеранов. Есть возможность продемонстрировать, что называется, ожившие фотографии из фонда Николая Федоровича, которые сомментируют его сын. Сейчас здесь представлены несколько залов, но экспозиция периодически пополняется. На одной из полок артефакты современной войны, переданные Дворцу участниками спецоперации. Полина Чулякова, Константин Головин. События.